На Ровского 20 располагается одно из старейших предприятий города, Бобруйск-Сельмаш. Но старичок он только по годам. По выпускаемой продукции в авангарде страны. Коллектив здесь небольшой. Технику для аграриев производит 118 человек. Формула качества, опытные работники и современное оборудование. Монитор, клавиатура, настоящий компьютер установлен на токарном станке. Аппарат отечественного производства. Человеку достаточно только задать нужную программу. Все остальное он сделает сам. Фишка-Сельмаша – почвообрабатывающая техника. Самые ходовые товары – культиватор и борона зубовая. Что касаемо последней – длина 22 метра и почти 2000 зубов. Подходит под почву любого типа. Главные покупатели – Беларусь, Россия и Казахстан. Номенклатура выпускаемой техники довольно широкая. Порядка 30 единиц техники. Это и прицепы, это и бороны дисковые, это и дискаторы почвообрабатывающие. Полуприцепы для тракторов, снегоуборочная техника. И ведется перспективная разработка освоения к производству сейлки пневматической. Здесь были и взлеты, и падения. Три года назад и вовсе поговаривали, мол, Бобруйск-Сельмаш больше не в строю. Однако предприятие развивается. Об этом свидетельствуют цифры. Объем продукции вырос почти в два раза. Средняя зарплата за сентябрь – 836 рублей. Чистая прибыль – более 600 тысяч за этот же месяц. Биография поставок широкая. От стран СНГ до африканского континента. На сегодняшний день предприятие Бобруйск-Сельмаш – это работающее предприятие, приносящее прибыль и делающее ту продукцию, которую надо на сегодняшний день в сельском хозяйстве. Значит, те машины, которые мы изготавливаем на сегодняшний день, а это новые машины бороны зубовые, которые на сегодняшний день проданы уже и в Могилевской области, и в Витебской, и в Гомельской, и в Брестской. На сегодняшний день только они присутствуют в Гродинской. Но мы над этим работаем. В 2012-м «Сельмаш» вошел в состав в Абруйск-Агромаша. Управляющая компания ведет себя грамотно и демократично. Денежные потоки не уходят в главный офис. Что заработало предприятие, все оставляет себе. Тратит на свои нужды. Новые станки, повышение зарплаты, ремонт цехов и комнат отдыха. 75 лет – дата большая. Поздравления в адрес «Сельмашевцев» звучат в кинотеатре «Товарищ». Сувениры и слова благодарности от руководства холдинга и города. Лучших наградили грамотами и цветами. Признательность за личный вклад в работу предприятия. Руководство «Сельмаш» отмечает – 75 только начало. Впереди большие задачи. Выход на новые рынки, наращивание экспорта и увеличение доходов работников. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск-360.